Всем привет, с вами Якимов Игорь. Сегодня мы будем ремонтировать светодиодную гирлянду. Вот вы видите это слабое место этих новогодних гирлянд. Тут провод выходит из отсека батарей и тут он многократно сгибается и со временем в этом месте провод переламывается. В этом месте я провод уже оторвал, так как видел, что он поврежден. Этот провод может быть и целый, но скорее всего его тоже стоит чинить. Для того, чтобы корректно починить эти провода, желательно вскрыть отсек, где находится выключатель. Как правило этот отсек заклеенный и нужно подумать как его вскрыть. В следующем ролике я рассмотрю ремонт новогодней гирлянды на лампах накаливания с помощью индикаторной отвертки. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Давайте рассмотрим схему гирлянды. Ее питает две батарейки по 1,5 вольта, включенные последовательно. В результате на схему идет 3 вольта. Через выключатель питание подается на светодиоды. Светодиоды подключены параллельно. Они запитаны напрямую от 3 вольт. Всего в схеме 10 светодиодов, но я на схеме нарисовал только 5, чтобы не делать схему большой. Крестиками я обозначил, где провод обычно переламывается. Плюс ко всему внутри схема не контачила минусовая клемма батареек с выключателем. Я это тоже обозначил. Обращаю внимание, что данная схема подключения светодиодов отличается от той, что рассматривали в прошлом видео. В декорации светодиоды подключались последовательно. Чтобы запитать их, требовалось более большое напряжение в 9 вольт по 1,8 вольт на каждый светодиод. При неисправности любого светодиода вся схема перестанет работать, так как произойдет разрыв цепи. В нынешней схеме параллельное соединение светодиодов позволяет обойтись меньшим напряжением, 3 вольта. Если перегорит любой светодиод, то остальные будут работать. Этим данная схема выгодно отличается от схемы подключения светодиодов в декорации. Ссылку на ролик по декорации я оставил в описании. Крышка отсека батарей у нас снялась без проблем, она была на защелках. В месте, где обламываются провода, я их обрезал и соединил пока на скрутке. А вот место, где клейма батареи плохо контачила с выключателем. Я сделал, чтобы она контачила. Включаем. Как видите, светодиоды работают. Выключаем. Что нам надо сейчас сделать? Сделать более надежное соединение. Как видите, тут провода очень тонкие. Я думаю более надежнее будет, если подключить их напрямую к клейме батарейки и к выключателю. Также место соединения клеймы батарейки и выключателя я пропаяю. Я запаял провод от светодиодов напрямую. Подпаял клейму батареи к выключателю. У нас уже все надежно. На проводе завязал такой узел. С помощью него я фиксирую провод в отсеке батарей от возможного вытягивания. Тем самым защищаю наше соединение. Проверяем работу схемы. Включаю. Выключаю. Теперь осталось собрать только отсек батарей. Лог батареек собран. Ремонт закончен. В следующем ролике я отремонтирую новогоднюю гирлянду на лампочках накаливания с помощью индикаторной отвертки. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Свои вопросы и пожелания пишите в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. До встречи в новых и старых роликах.